Приветствую вас! Значит, смотрите, ответ на ваш вопрос напрямую зависит от того, на самом деле, насколько вы доверяете психологам, в принципе. Если вы не доверяете психологам, не доверяете психологии, как таковой, вот, то, наверное, ответ для вас будет никак. Никак не справиться, потому что ну, есть проблема. Есть проблема, что вы находитесь во главке, скажем так, своего поведенческого паттерна, вот, и этот самый победитель, поведенческий паттер, но он не позволит вам самостоятельно выйти из него. Так вот есть так называемая игра, она так и называется игра тупик. Вот. Вы можете в эту игру играть, скорее всего, играть. Её целью, целью этой игры является снятие с себя ответственности за, ну, за то, что происходит в нашей жизни. То есть, вы не хотите нести ответственность, не хотите отвечать за те или иные аспекты в вашей жизни, и не хотите отвечать за это. Вот. И, соответственно, не желая за это отвечать, вы интеллективно подозначенно выбираете такую поведенческую поведенческую, которая ведёт вас к тупику, к тупику, в тупиковую ветвь развития. Вот. К сожалению. Вот. Соответственно, у этого есть определённая выгода. У такой модели, модели поведения есть определённая выгода. Естественно, выгода это пока не знаю, ну, потому что непонятно, как именно у вас это происходит. Вот. Ну, односечно, я могу сказать, что вы до сих пор, вот, справлялись за своей проблемой, да? Ну, то есть, постоянно пытались именно, что справиться с ней. Из этого ничего не получилось, что если не получилось, справиться с проблемой. Вот. И, соответственно, раз с проблемой справиться не получилось, то вывод, на самом деле, очень прост. Перестать именно справляться. Перестать пытаться справляться с проблемой. Вот. С проблемой справляться не нужно. Проблемы нужно раскрывать. Понимаете? То есть ненависть, которую вы испытываете, да, вот это я уже не знаю, что делать, я их ненавижу, ненависть это связано с вашим, советственно, личным комфортом, да, то есть другие люди постигают на ваш комфорт, на ваше, ну, спокойствие, душевное, равновесие, расстояние и прочее. Почему люди это делают? Почему для людей стало это возможным, вообще? Вот вопросы, на которые нужно найти ответ. Потому что это важно, и это, собственно, ну, напрямую зависит от вас, точно напрямую влияет на, скажем так, вот, без этого, ну, просто не понять сути и смысла проблемы, что с вами творится и происходит. понятно, да, надеюсь, совсем идет дальше. Вот, значит, отношения ненавижу так, а с мужем ругаемся, как бы не начали разговоры. Ну, ругань, это всегда то, что происходит по инициативе, как минимум, минимум, минимум двоих людей, да. То есть дело здесь не только у мужа, но и у вас, соответственно, вам нужно взять личную ответственность на себя, да, то, что происходит. Без личной ответственности ничего не получится. Ну, опять же, что вы хотите, что вам нужно и так далее. Вообще, интересный вопрос. Вот, знаете, такое ощущение, да, что вы перегружен, вот просто перегруженный, ну, какой-то необходимостью, нуждой, проблемами и так далее. Вопрос, просите ли вы помощи? Ну, вообще, у людей, собственно говоря. Потому что, ну, вот, есть у меня такое подавление, да, что не просите вы помощи вообще у людей. То есть, как бы, предпочитаете всё решать, ну, сами. То есть, я не знаю здесь, что вы либо, либо вы не доверяете людям, другим вообще, либо вы считаете это сладостью, вот, либо есть какой-то ещё аспект, о котором вы, ну, просто-напросто не говорите. Вот, я не знаю, но это нужно выяснять, это нужно выяснять, потому что по-другому, опять же, не получится, если вы испытываете трудности, если вы испытываете проблемы какие-то, вот, то просьба о помощи, это вообще вот прям первое, что вам нужно сделать. Спросить помощи у людей, которые вас окружают, вот. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего позорного, зазорного, негативного и так далее. Вот. Профит-помощь, это хорошо. Главное, чтобы вы это сделали. Главное, чтобы вы это, ну, чтобы это применили. И тогда, соответственно, если вы решите всё-таки попросить помощи, вот, очень может быть, что проблем ваших станет меньше, гораздо. Дальше, фильм не скучит меня, хоть и маленький, но нет реакции даже на меня. Ну, понимаете, отношение с фильмом отражает вашу историю, то есть, если вы вынижаете себя, да, ну, просто вот, занижаете, например, свою ценность, ну, допустим, допустим, в глазах других людей. Вот. Если вы занижаете свою ценность, то, ну, логично предположить, что и люди, с которыми вы взаимодействуете, в том числе, да, и ваш сын, тоже, тоже не будут вас воспринимать всерьёз. Потому что, ну, а как? Как можно воспринимать всерьёз того, кто себя всерьёз не воспринимает? Да. Вот. Если вы непоследовательны в своём, допустим, поведении, то это тоже сын считывает и тоже, соответственно, не будет к вам прислушиваться. Просто потому, что он чувствует ваше внутреннее состояние и оно ему, возможно, не нравится. Потому что у сына нет доверия, у сына нет доверия к вам. Вот. Я вообще на вас не обвиняю, опять же, да, я просто хочу, чтобы вы понимали, как обстоят дела. Просто. Чтобы вы отдавали себе отсчёт в этом. Что сын не будет вас слушать, да, сам по себе. Вот. Никак. Он не будет, не может, да, в принципе, наверное, даже и не должен этого делать, потому что, ну, как правило, дети у неё куда более интуитивно развили, чем, например, взрослые и, соответственно, если ребёнок что-то делать не хочет, значит, у этого, скорее всего, есть причина. Вот. Которые, возможно, вам не доступны, с силой, ну, с силой тех или иных обстоятельств. Вот. Отключаю на ваш вопрос по поводу того, что вам делать. Хочется спросить, вот в первую очередь, наверное, хочется спросить вас, что делать, чтобы что. Ну, вот, какая, какая, какая цель у всего этого, то есть цель у этого всего какая, чтобы что. Вы хотите сами чего, чего и для чего вы хотите. То есть, наладить отношения с мужем, это одно, одно направление. Значит, наладить отношения с сыном, это другое направление. Соответственно, обрести внутреннюю гармонию и перестать ненавидеть всех вокруг, это ещё одно направление. Вот. Понимаете? То есть, история здесь именно такая, что вы хотите конкретно. Понимаете? То есть, чтобы вам рассказать, что делать, да, нужно понимать вообще, чего вы хотите, что вам нужно, какие у вас приоритеты и так далее. Вот. Ну и понятно, что сама история, да, ваша, которую вы описываете, она не возникла вот только что, она не возникла только сейчас. Вот. Она появилась какое-то время назад. Какое-то же время назад она вас начала беспокоить. Вот. У этой истории, понятное дело, есть свои причины, свои обстоятельства, да. То есть, всё как бы здесь, ну, подчинено законам логики. Вот. У вас в данном случае причинно-следственная связь, ну, вообще не раскрыта. К сожалению. Вот. Ну и в первую очередь, наверное, нужно в этом направлении двигаться. Чтобы всё-таки прийти на следственная связь была, она всё-таки появилась. Вот. И тогда уже можно будет о чём-то говорить. Тогда уже можно будет говорить о помощи вам, тогда уже можно будет говорить о том, что рекомендовать. И тогда уже вы и решите для себя, что же вам, собственно, делать. Как быть и что делать. Вот. Решите для себя этот вопрос. Вот. Пока что вы противопоставляете себя всему миру. Вот. Ну, пока что, да. Да. Пока что вы противопоставляете себя всему миру. И это, конечно, очень негативное такое суждение, потому что тяжело думать, что с вами что-то не так. И при этом рассчитывать, надеяться на то, что что-то вот возьмёт и поменяется, да, само по себе. Внезапно. Вот. Так что, если вы хотите действительно разобраться с тем, что происходит, то я рекомендую вам настроиться на серьёзную работу. Вот. И тогда результат не заставится себя долго ждать. Вот. Обращайтесь, обозначайте цель и начинайте работать. Вот. В последствии, в последствии можете уже определиться с какими-нибудь другими целями, если они есть. Вот. Главное, что вам нужно сделать сейчас, по моему мнению, вот, самое главное, что вам вообще нужно сделать сейчас, это не стесняться просить помощи у других людей, в чём угодно, начиная от своих детей и заканчивая, там, элементарными вещами, да, по дому даже хотя бы. Вот. Если вы сейчас будете просить помощи у людей, тем больше вы, тем лучше вам будет. В общем-то. В общем-то. В общем-то. В общем-то. В общем-то. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Что, как, как вам можно ответить. Ответать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы всегда можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам, если вы сделаете его лучшим. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я желаю вам успешного разрешения вашей ситуации. Я искренне надеюсь, что свою семью вы всё-таки, ну, сможете сохранить. Вот. Потому что семья – это самое важное. Ну, одно из самых важных, по крайней мере, в жизни. Вот. Особенно, если есть ребёнок. То есть, тут понятно, что ребёнка, ребёнка, ну, ради ребёнка, не только ради ребёнка, но ребёнку, ребёнку тут тоже тяжело. Кстати, ребёнок может вас вот не слушаться ещё и по этой причине, да, потому что, ну, у вас проблемы с мужем, да. Вот. И ребёнок – это, как бы, сил своё, он может вести себе как бы знак, ну, знак профессора, скажем так. Вот. В любом случае, если вам понадобится помощь, обращайтесь, вот, ко мне, либо к любому другому специалисту. Мы будем рады с вами, с вами поработать. Вот. Главное – не теряйте надежды. Не теряйте надежды и не забывайте профессии о помощи. Вот. Ещё раз всего вам самого, самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.